В правительстве стекольного завода президент отметил важность данного предприятия для развития экономики. На сегодня полностью завершено строительство склада, который продукции. Глава государства не скрыт своего удивления величиной хранилища, которое может свободно вместить в себя четыре футбольных поля. Президенту рассказали о возможностях завода в новейших технологиях, которые будут здесь применяться. Далее были представлены два проекта. Заводы по выпуску карцинированной соды и проект горно-обогатительного комбината Шатрия. Удовлетворенной работой области по реализации таких масштабных проектов глава государства выразил уверенность в большом будущем. Ну, я стою в области. В Казарде раньше такого не было. Специально я сюда привез, чтобы население нашло работу. Завод должен был быть в другом месте. Много было разговоров, нельзя в Казарде. Там погода неблагоприятная. Летом жарко, зима суровая. Плохих мест на нашей земле нет. И вот уже заканчиваем строительство. Пусть он будет продуктивным. Что еще нужно сделать для Казарды? Железная дорога проходит, автормейная дорога, газ есть. Все условия есть. Поэтому я думаю, что ситуация не может быть плохой. И в Казарде, и на Маамарале. Там появилась рыба, рыбаки работают. Здесь есть этот завод, кабинет Шахтыя, кабинет Малентена. Все это в совокупности, когда будем развивать экономику, улучшит благосостояние населения. Далее, Нуршотан Назарбаев встретился со строителями и представителями местного бизнес-сообщества. Дал свою оценку всей проводимой в регионе работе. И призвал эффективно использовать все реализуемые в стране государственные программы. За 5 лет выделено 1 триллион 200 миллиардов. В этом году выделено 185 миллиардов. Есть субсидия, все есть. Делаем все, чтобы поднять экономику. Выдаем кредиты, обучаем. Если в Ауле работаешь, берешь не как кредит, занимайся своим делом. Если выпустишь свою продукцию, в следующем году тебе вдвойне дадут. Если не хочешь, езжай в город, переобучим, потом найдем работу. Что еще нужно? Никто таких субсидий не давал сельскому хозяйству. На все субсидии мы даем и на животноводство, и на молоко. Строящийся в Казлардии завод в перспективе обещает стать самым крупным предприятием по производству стекла в Центральной Азии. Ведет строительство известная китайская компания China Triumph. Построившие в разных уголках мира 200 стекольных завод специалисты и компании высоко оценивают потенциал казлардинского предприятия. Качество произведенного на этом заводе стекла будет высокое, потому что установлено оборудование от известных производителей Италии, США и Германии. Наши компании в этой сфере работают уже 60 лет. Изделия Казлардинского стекольного завода будут отвечать всем миром стандартам. Еще одно преимущество Казлардинского завода – 95% необходимого для производства сырья местные. По установленному графику строительство завода будет завершено в марте следующего года. В июле планируется выпустить первую партию продукции. На сегодняшний день наш завод завершен по низкопусковым комплексам. Первый пусковой комплекс на 80%, второй пусковой комплекс на 45%, третий пусковой комплекс на 25%, а четвертый, вот только сейчас начнем. В перспективе также планируется проводить выпуски стекол для смартфона, планшетов. Самое главное – с пуском завода, который даст новый импульс диверсификации экономики регионов, будет открыто свыше 300 новых рабочих мест. Похытка дымаева, телеканал Казахстан Казаларда.